В Гомеле началась добра-чинная акция «Выратуем житьё разом». Её организатором стала областная организация «Червоного крыжа» разом с Гомельской станцией «Переливание крыви». Головная мета – притягнуть как много больше людей до безвыплатной сдачи крыви. Кто первым отгукнулся на этот заклик, ведая Олег Синцерову. Один из девизов доноров «Стань героем, выратуй житьё». Это правда акция милосердности, которая позволяет реально допомогать тем, кто имеет это потребление. Только в минулом году доноры Гомельской области сдали 13 144 кг крыви. Правда, на безвыплатной основе. Зараз, здаяется, только прикладно каждый третий кг. А тому одна из мета проводимой акции – формирование у населенца позитивного ставления, минавито до такого вида донорства. У решения сегодня допоможешь ты, завтра допомогут тебе. Головный урач областного шпиталя, инвалидов войны и одночасово наместник сочинения Гомельского областного совета депутатов Олег Иванцов ведает это вельми добро. Кажется, что сдаденная кровь допомогает заховать житие на самых надзвучайных ситуациях. Заменить кровопотерь лучше всего, конечно, кровь. Поэтому этот донорский, который сейчас происходит благотворительный, он спасет жизни. Спасет жизни и роженицам, и людям после операции, и людям, которые болеют резонезаболеваниями различными. Поэтому это очень важно. Депутаты Гомельского областного и городского совета сегодня стали первыми уделенниками доброчной акции, выроду им житие разом. Это приклад для инжих, робить добро не тяжко. Иншая справа, что при сдаче крови есть пыльные обмежевания, связанные с некоторыми захворываниями, истнующая отдельная база медицинских даденых, позволяя оперативно контролировать процесс. А про это еще раз кровопотом проверить на специальном обслуживании. Эта акция по безвыплатной сдаче крови первая, которую проводит областная организация «Червоного крыжа», а летняя пошла. Тут в этом не сомневаются. В уставе Белорусского общества Красного Креста пропаганда донорства стоит одной из первых направлений нашей деятельности. Этому сейчас в стране уделяется много внимания, и впредь, я думаю, что такие мероприятия будут проходить не только в области чаще, но и по всей стране.